Спасибо, товарищи, приступаем к обсуждению, кто желает выступить? Вопросы, наверное. Мы в прошлый раз, в вашем присутствии, обсуждали этот вопрос, и вы согласились тогда с тем, что вопросы будут задаваться в письменном виде. У меня есть несколько вопросов в письменном виде. Я попросил уточнение, что можно ли устно. Вы сказали, можно. Так что не отступайте от совершенства. Хорошо, давай. Я предлагаю начать ответственность, которая уже есть. Передо мной три вопроса. Я понял, Вячеслав Викторович Актер. Первое. Сколько военнослужащих Германии и их союзников противостояло русским войскам перед Брестом? Имеется в виду на всех фронтах. В Германии. Там разные оценки от миллиона до миллиона семисот тысяч. Скорее всего, там еще миллион двести есть оценка. Видимо, это разные месяцы, то, что я встречал, эти цифры. И то, что сразу после Бреста в военных действиях против России участвовало 300 тысяч человек, а к осени их осталось всего 280 тысяч, это, в общем, говорит о том, что большая часть этих войск либо была уже перебрасывалась на Западный фронт, либо она просто была деморализована. Особенно важно сказать, что деморализована была практически вся австралинингерская армия. И они отказались от наступления на Украине, когда немцы начали свое продвижение, 17 февраля, и заняли только те территории, которые немцы уже очистили от красных. Почему? Потому что это было одним из обязательств перед бастующими рабочими в Бене и Будапеште в январе 2018 года, что они не будут воевать против Советской России. Поэтому Австрия пошла таким образом. Ну и наконец, если взять Турцию, Болгария вообще не участвовала против России, не была на Русском фронте, а Турция в наступление на грузинские и армянские корпуса их было 50 тысяч человек. Там, ну немножко, почти в два раза их было больше, чем грузин и армян, и продвигались они там около трех месяцев. Назовите источники антибольшевистских забастовок. Имеется в виду, откуда, собственно, взята информация. Ну, я должен сказать, что, во-первых, есть уже несколько очень хороших сборников документов. Первое, значит, там редактор Мечаев, 1998 год, называется «Питерские рабочие и диктатура пролетариата» в кавычках. Это сборник документов Советского рабочего движения в Петрограде с 1917 по 1929 год. Дальше есть справочник, сборник документов, посвященный Петроградскому чрезвычайному собранию полномочия под редакцией профессора Цузи, японского профессора, 2007-2006 года. Толстенная такая книжка. И, наконец, есть тоже сборник документов по рабочим и полномоченным, это уже в масштабах России, автор-составитель Павлов 2006 года. И, ну, вот у меня есть, как бы я могу сейчас... Если это интересно не только Вячеславу, то я сейчас озвучу выходные данные. Мне больше всего интересует... Не, ну понятно. Так, сейчас я не вижу здесь... Мне интересует именно сам корпус источников, то есть... Значит, да, это вот... Что это за документы? А, что это за документы? Значит, во-первых, рабочие конференции и чрезвычайное собрание у полномоченных отложились тоже в документах. И в советских архивах это есть. Дальше. Профсоюзные документы тоже имеют значение. Я, например, работал с документами Паровоза Союза, Всероссийской профсоюзной машинистской паровозной бригад, который тоже стоял на антибиесте. И есть несколько, собственно, дел, посвященных работе и в том числе его позиции политической и съезда. Значит, дальше огромный просто... И я считаю, до сих пор абсолютно несправедливо недооцененный по своей значимости огромный корпус сведений независимой печати, которая существовала в Петрограде и Москве до июля 18-го года, до 6-го июля, когда уже в массовом порядке большевики стали открывать подчистую. А некоторые издания, вроде там, газет Печатников, «Утро Петрограда», «Вечер Петрограда», они существовали до осени, до поздней осени 18-го года. И там есть независимая информация о забастовках, о рабочих протестах, текстах резолюций, съездах там, конференций всяких. Огромнейшая совершенно информация. Я общался с профессиональными историками, в том числе вот с Владимиром Юрьевичем Черняевым, который издал вот этот сборник по питерским протестам 17-го, 29-го года. Мы разбирали там предметные материалы, и оказывалось, что газеты часто дают информацию более качественную, чем документы, которые есть в архивах. Но у нас традиционно считалось, что это буржуазная печать, что она там все это, вранье там и так далее. Я по опыту своих исследований, экзерсисов своих в нашей РНВ, убедился, что это абсолютно не соответствует действительности. Да, корректно ли называть движение рабочих антисоветским? Значит, конечно, если это экономические протесты, то густавать могли даже сторонники советской власти. Поэтому в этом смысле, если я употребляю, то я максимально расширяю это понятие. И с этим, конечно, можно спорить. Почему я расширяю это понятие? Я как бы логику Ленина при этом использую. Какой смысл? Если советская власть проводит определенную экономическую политику, которая не устраивает рабочих, и рабочие против этой политики протестуют, то, по сути дела, они протестуют против самой власти. И я должен сказать, что большевики многократно, это документально тоже подтверждается, использовали именно эту логику. Что ж, товарищи рабочие, вы бастуете? Так это вы против советской власти бастуете? Прямо так и говорили. И, кстати, часто это даже сдерживало рабочий протест. Но даже то, что мы имеем, это за предел. Но они же не вступали против Совета. Как таковы? Дело в том, что даже восставшие, ну вот, например, Кижевско-Воткинские повстанцы, они первым делом, что они сделали, это восстановили пережние советы рабочих депутатов. С заказкой восстали железнодорожники, там от 7 до 12 тысяч, опять же, очень неточные там разные цифры, на среднеазиатской железной дороге. В июле 18-го года разгромили карательную экспедицию комиссара Фролова, подняли рабочее восстание и во главе с машинистом Футиком создали свое правительство, воссоздали Советы рабочих депутатов. Почему? Дело в том, что это парадоксально, это не только в других местах, это парадоксальная ситуация. Советская власть не означает Совет рабочих депутатов. Очень многие Советы рабочих депутатов протестовали против советской власти как классовой, как антинародной диктатуры или однопартийной диктатуры. И большевики в борьбе против этих совдепов, они их уничтожали. Потасовывали выборы, не допускали перевыборов, создавали свои дутые составы Советов рабочих депутатов, и опять же документально это подтверждается многократно, разгоняли, арестовывали, убивали лидеров. И, конечно, большевики в своем протесте, о, большевики, рабочие, они могли во имя советской власти бороться с большевиками. Вот три ваших вопроса. Есть еще вопросы, которые были заданы. А, да, вот еще. Так. Какие победы одержала Германия на Западном фронте в 2018 году? Значит, продвижение было... Это чем вопрос? Просто мне радует. Спасибо большое. Владимир Вячеславович. Дело в том, что это не очень сюда как бы относится, но я должен вам сказать, что вот начиная с 21 марта и по конец июля Германия проводила, по-моему, четыре наступления. Одно за другим на Западном фронте. Движение было. Да, но только летом. Вот я вам скажу, например, что по воспоминаниям одного из британских дипломатов и агентов британского правительства, Малисона, да, Германия летом 17-го года, по 18-го, по его оценке, была сильна как никогда в истории. 17-го или сильна? О, 18-го. Дело в том, что Антанта имела сил-перевес. Это определилось окончательно со вступлением в войну Соединенных Штатов Америки. Тогда каждую неделю, опять я сейчас могу наврать, но порядок цифр такой. До 50 тысяч солдат прибывало новых на Западный фронт. С начала 18-го года именно обозначилась вот эта позиция. Американцы? Именно Американцы. Да, да. Вот. И тут как бы коса на память нашла на Западном фронте. Но если бы не было этого у центральных держав, если бы они имели еще тлеющий фронт на Востоке, и они не имели бы такого легкого доступа к ресурсам, извините, 100 тонн золота, которое они забрали у России, они же заплатили репарации по Версальскому мирному договору. Ни много, ни мало. Русским золотом Германия расплатилась. А до того, когда они его получили, это золото, они у себя успокоили панику на бирже и немножко сбили инфляцию. Это им все равно не помогло. Но фактор Востока, который выступил в общем, даже в роли по отношению к рабочим, если брать, это предательство, на мой взгляд. Но опять же, это оценка этическая, я в нее не вкладываю уничижительное содержание. Я исхожу из логики самих же революционеров, в том числе и Ленина. Вот, спасибо. Это вот все вопросы письменные из присутствующих. Есть еще те, которые были раньше заданы по интернету, но, наверное, будет правильнее заслушать вас, потому что вы пришли. Да. Пожалуйста. Спасибо. Вопрос, касающийся итогового вашего вывода, который вы озвучили в конце. Все-таки с учетом сегодняшней темы хочется узнать ваше мнение, как соотносилась такая, будем говорить, общая неприязнь, да, советов большевистской политики конкретно к такому шагу, как заключение Брестского мира. Потому что немножечко, ну, шокирующая ваша информация прозвучала для меня, по крайней мере, потому что общим местом является, что вся страна, особенно низы, да, хотели вот выхода из войны, вот он состоялся и опять недовольны. То есть они недовольны, потому что это сделали большевики, потому что они уже априори были недовольны всем, что делают большевики. Или какой-то был, вы можете сформулировать какой-то их уязвленный интерес, вот именно от заключения Брестского мира. Спасибо. Спасибо, Иван. Я хочу сказать, как я понимаю вообще эту ситуацию, на кого, собственно, опирались Ленин и Совет народных комиссаров опирались они. Основное, это были вооруженные солдаты, которых достала уже эта война, которым надоело проливать кровь. И с точки зрения этих солдат это была абсолютно моральная позиция. И если власть пришла от их имени, то она должна заключить этот мир любой ценой, чтобы дать людям мир, чтобы они вернулись к своим землям и смогли реализовать декрет о земле. В этом плане совершенно позиция была замотивирована у Ленина. Хотя, кстати, даже у крестьян, вот даже у солдат отношение к Бресту было очень противоречивое. Например, вот в декабре демобилизационный съезд один из двух, значит, Ленин проводил. И он запустил там анкету для делегатов. Несколько сотен человек прибыло. Для того, чтобы понять, первое, готовы ли к продолжению революционной войны? И ответ был такой насчет боеспособности. И ответ был нет, 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 нет. И советские историки постоянно давали, ну вот Ленин убедился, но нет. Но у Ленина был еще политический вопрос. Ферстинский об этом в своем исследовании «Крушение мировой революции» пишет. Очень интересная книжка. И там достаточно много ссылок, то есть с ней можно полемизировать на высоком уровне. Значит, был еще политический вопрос, который заключается в том, если придется заключать аннексионистский мир, то готовы ли вы воевать? Большинство ответили готовы. Но, опять же, это были представители большевистских, полковых, армейских, корпусных комитетов и фронтовых. Это было не настроение вот уже рядовых. А там все, там уже, опять же, когда началось продвижение немцев, например, среди действующей армии, в кавычках уже, полпроцента только были готовы сопротивляться и создавали какие-то сводные ошметки, какие-то отряды, которые что-то пытались сделать. Это ничто. Но в том-то и дело, что, я так говорю, речь-то не о солдатах. Речь о тех национальных формированиях и о тех отдельных боевых соединениях, которые были готовы сражаться и сражались дальше. Из них тоже можно было слепить сопротивление. У меня немножко акцент смещен. Но против позиции Артема Ивановича в значительной степени я не выступаю, я не буду выступать. Меня интересуют отношения Ленина и Рабочих. Извините за разгонтый ответ. Да. Мне было очень интересно это услышать. Очень интересно с этим услышать обсудение о недовольстве солдат и все прочее. Конечно, о недовольстве рабочих. Конечно, это очень интересно. Но в целом, по-моему, применение это именно предательство в наше время, вот когда мы говорим про такие вещи, это такой анахронизм. Это такая, я бы сказал, коротищина. Такая Адальковщина. То есть на меня так пахнуло 1990-м годом, как будто бы я просто оказался, не дай бог, в те времена в Ленинграде на заседании. И тут просто смотрю, где Новодворская сидит. Это из этой как-то области началось. Ну, господи, все мы, говорит, сознательно... То есть, видите, у нас вопросы сейчас пока. Это не вопрос. А, тогда сейчас вопрос. Это похоже. Ну, если уж... Ну, я очень сжатый вам постараюсь. Да, если нужен вопрос, то я вам скажу, вот вы привели несколько данных. Например, в качестве подтверждения по-настоящему тезису, сослались на слова Ленина, который был... О предательстве Польши. Ну, сегодня, вот вы скажите, вот не желая передернуть карты, можно серьезно говорить о том, что Брестский мир предал какую-то рабочую Польшу? О том, что он предал какую-то рабочую историю, когда мы знаем, что эти силы были крайне антирусскими с самого начала и были готовы воевать против большевистской России, что и делали. То есть, насколько можно эти слова вообще использовать в реальном смысле? Не передергивание ли это с вашей стороны, даже как и сама идея того, что рабочий класс был предан? Не является ли на самом деле здесь совершенно другой защитой подлинных интересов рабочего класса? Более того, не кажется ли вам странным, что вы повторяете риторику, которую применял в 20-е годы Гитлер, когда он ссылался на то, что в октябре 1918 года был выносил нож в спину армии, которая победоносно шла, так сказать, к успеху? То есть, не оказываемся ли мы снова в очень сложном моральном положении? А если уж мы приходим в наши времена, не стрелковщина ли это? Спасибо за вопрос. Вы знаете, я должен сказать, я и вашу утвердительную часть первую, я тоже ее использую. Это звучит необычайно провокационно, публицистично и, как я слышал, ненаучно совершенно. Но дело в том, что, например, если мы разбираем рабство, рабовладение, в современном мире, да, оно сохранилось. Действительно, рабовладение еще есть. И в том числе даже в России. Но разбирать это здесь, это так пахнет древним миром, что ли? Нет. Если есть проблема, если есть дискурс, то мы его рассматриваем. Я использовал понятие предательства не потому, что я так считаю это, а я просто, вот как я понял логику Ленина и революционеров, взял вот эту часть их революционного права сознания и посмотрел, выходит это за рамки понятия верности и предательства? Да, выходит, я делаю вывод. Вот с этой точки зрения. Но само название, видимо, доклада абсолютно должно быть другим. И то, что на вас пахнуло, вы совершенно правильно, это ваша реакция справедливая. И я принимаю этот упрек. Надо по-другому было совершенно заглавить, и сформулировать проблему. Спасибо вам за это. Татьяна Ивановна. Поскольку вопрос касался логики большевиков, то я в этом русле хочу задать два вопроса. А в чем, собственно, состояла корысть большевиков, если я имею в виду все то, о чем вы нам сообщили, в чем была корысть большевиков для заключения Брестского мира? И заранее, я понимаю, как вы ответите. Ага. Так может, не сразу? Нет. Я с ними не тороплюсь. Скажите, пожалуйста, насколько верно вы понимаете и философию, политическую философию Ленина, и, самое главное, провоцируете ее на все последующие действия Ленина большевика России? Так, первый вопрос. Значит... В чем корысть была? Да, да, да. В чем корысть? Здесь невозможно что-то утверждать. Здесь есть два предположения. Первое предположение, оно заключается в том, что ради сохранения политической монополии, ради сохранения однопартийной диктатуры Ленин, собственно, использовал механизмы, то есть ситуативное большинство, партийную дисциплину, а затем уже обычный механизм руководства через подбольшевистские всякие организации и структуры. Это первое объяснение. Второе объяснение, которое я лично считаю очень сомнительным, но, честно говоря, я все-таки его не отодвигаю. Это то, что касается возможных каких-то моральных обязательств Ленина перед германцами. Я не готов эту тему сейчас вообще развивать. Я предлагаю... Остановиться на первом. Нет, подождите. Я сейчас не готов развивать. Но я готов разбирать эту тему, потому что насчет Ленина и немцев есть что сказать у меня лично. И я думаю, точно так же будет новая информация для вас, как и в этом докладе для многих. Я была уверена, что вы скажете именно то, что вы сказали. Речь шла о сохранении власти. Да. Речь шла о сохранении власти. И Ленин прямо об этом писал. То в чем корысть для Ленина была? Корысть для Ленина сохранить эту власть большевиков? Это... Я правильно понимаю, что сейчас вы уже лично его интересы у меня пытаетесь... Я пытаюсь... Я пытаюсь... Вы знаете, я не берусь. Как политики. Татьяна Ивановна, значит, вы спрашиваете меня, какая у политика корысть? Корысть. Личного политика. А я не знаю. Власть? Вот не знаю. Тогда как? Я не знаю. Все, 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 все. Может быть, однопартийная диктора Ленина как революционер, он понимает... Вот смотрите, это никакая не корысть. Ленин понимает, что он, как никто, понимает сейчас важность удержания политической власти. Он понимает, что только его организация способна это сделать и нужно просто отмести все колебания и шатания в среде большевиков и добиться того, что он, Ленин, понимает правильным. Это... Почему он так считал? Тут корысти нету. Тут корысти нету. Почему он так считал правильным? Почему он считал, что он поступает правильным? Единственное предположение, вот хорошо, при такой формулировке, единственное предположение, которое у меня есть, что объявление большевиков, ну а потом крестьян тоже там, виднейших крестьян, опоры советской власти и так далее, было исключительно в демагогических целях. И вот его реально, это понимание, что революция, вот это высшая ценность, революция, только мы можем этого добиться. Соответственно, я продавлю это как настоящий революционер, мне формальное большинство не нужно. А там, рабочие, не рабочие, это уже, вот сейчас опереться на них удобно, опираюсь, неудобно, все равно об этом говорю, но не опираюсь. Так зачем ему власть? Не знаю. Ну не знаю. Не знаю. Пожалуйста. Вопрос к двум докладчикам можно, один к одному. Собственно, первый же вопрос он будет и ко второму касаться, но скорее все-таки первый вопрос Вадиму. А второй вопрос все-таки больше Артема. Вадим, все-таки, каковы были реальные возможности России зимой 2018 года, феврале, апреле, марте, начали оказывать реальное сопротивление при движении немцев? Привожу. Привожу. Были ли такие возможности? Сколько ты их оцениваешь? Вот как бы итог, подводя итог тому, что ты… Второй вопрос. Второй, Артем, конечно же, я знаю, что ты большевик, пролетарский революционер и так далее и тому подобное. Вот. У меня вопрос. Так ты все-таки считаешь события 2017 года? Это была все-таки пролетарская революция? Каково соотношение участников этих событий в Петрограде, как центре революции? И в Москве тоже, кстати говоря, как вторичный центр тоже, да? Соотношение между рабочим классом и частым штрафской гвардией и солдатскими массами? Вот. Ну, это второй вопрос. Первый вопрос, да, начну. У меня оперативная память перегружена. Еще раз первый вопрос. Реальная возможность России, советской России вести боевые действия против немцев. Значит, да. Из того, что было. В феврале месяце немцы начали продвижение на Украине и в Белоруссии. В Белоруссии продвинулись достаточно быстро. Причина, собственно, антисоветская – это разгром, польского корпуса, скажем так. Я не буду сейчас подробнее на этом останавливаться. На Украине они продвигаются. Им там стоят отступающие Чехословакии. И сами немцы отмечают, что это самое серьезное сопротивление оказали Чехословакии. А также отряды Красной Гвардии. Этих отрядов Красной Гвардии 25 тысяч человек. Немцев там наступает 250-300 тысяч человек на Украине. Сколько они продвигаются? Они только в середине мая заняли последние свои рубежи в Домской области. С середины февраля, да? Два с половиной – три месяца. Вот это при ничтожном сопротивлении, когда нет политической воли. Когда украинская Красная Гвардия брошена, просто брошена Советской Россией. И там из Москвы идут, это вот трехтомники «История гражданской войны на Украине» с 70-х годов издания. Там есть здоровенная цитата из послания циркуляра из Москвы. Напоминаю вам, что помощь мы вам оказывать не можем, имеется ввиду Донецко-Криворожской республики. Не найдитесь на Москву, потому что это входит в зону немецкой оккупации. Совершенно открыто. Но даже брошенные они сопротивлялись месяцами. Поэтому при наличии политической воли можно было организовать качественно более серьезное сопротивление. Как выглядело? Ну и второй вопрос. Хочется продолжение этого разговора. Не, подожди, не. Хорошо. Пожалуйста, еще вопросы. Чтобы мы сейчас закрыли. Второй вопрос, пожалуйста. Да, я считаю, что революция, которая произошла в октябре 17-го года, ну или как отдельный исторический феномен, либо часть процесса русской революции 17-го-21-го года, это была пролетарская революция, прежде всего по сформулированным ею целям и задачам, второе по политическому руководству этой революции, то есть его политическому амбагарху, политической партии, и по, как бы, участию, и по... Движущим силам составляющим. Да, пролетарским... Это самое интересное, кстати. ...питагарским рабочим, которые в лице Красной Гварды, как бы, принимали участие. Что касается, вот, как бы, какое там количество, какое было церковное соотношение, с моей точки зрения, это не настолько существенно, потому что мы прекрасно знаем, что, как бы, представители пролетарифы, вот, кстати, Вадим это очень хорошо доказал, они, в принципе, как вот, как и индивидуальные фигуры, так и некоторые общественные организации, могли выступать как из-за революции, так и против. Что мы, собственно говоря, видели, например, во время Великой Французской революции, где главная проблема была, скажем, даже не сопротивление старых классов или феодалов, а это было сопротивление крестьян бандой. И в дальнейшем, вот, в последние, надущие десятилетия первой половины XIX века самые крупные антибуржуазные восстания, они были как раз именно крестьянские. То есть, вот, казалось бы, буржуазная революция должна помочь мелкобуржуазе и крестьянам, однако мы видим и восстания в Тироле против французских войск, мы видим, что республики в Италии, там, скажем, вот, неаполитанской, были низвергнуты крестьянскими восстаниями. И это у нас, в принципе... Испания. Да, примеров можно найти очень много. И точно так же, как бы, поэтому примеры, которые привел нам Вадим, ну, мне они просто известны, как бы, другим авторам они тоже известны, они, в принципе, никого не должны были... А как известно письмо Зиновьеву Каменьеву о преждевременности в стране? Ну, пожалуйста, они совершенно четко указывали, они готовились работать, у нас волновая масса. Не кажется ли вам, возможно, прозорливость Владимира Ленина в перспективах Владимира Ленина, прозорливости по поводу заключения Брестского мира с его глубокими родственными связями, с определенными кругами в правящей элите Германии? Потому что, зная определенный инсайт, как сейчас принято говорить, он прекрасно представлял возможности Германии продолжения войны и так далее, и так далее. Ситуативно понял, что на тот момент вот такое решение... Я думаю, что в любом случае Ленин был достаточно хорошим аналитиком, чтобы как с родственными связями, так и без них сделать соответствующий обзор о возможности революции не только в Германии, но и в других странах. И причем эту его позицию не разделял не только он сам, но и значительная часть большевистской партии. И, кстати, представители других партий тоже. Возможно, это был один из факторов, который в целом влиял на его позицию. Что известно докладчикам о зондаже временным правительствам, представителям временного правительства, даже еще до 2017 года, во второй половине 2016 года, о возможных переговорах, точнее говоря о зондаже, возможности переговоров с Германией с целью заключения сепаратного мира еще до большевиков через Швецию, через Стокгольм? Были такие зондажи. Но вопрос заключается в том, насколько это действительно был зондаж реальных мирных переговоров, насколько это были, так скажем, встречи каких-то светских людей, которые имели общие связи, общих знакомств. То есть мы знаем, что представители аристократии и Российской империи, и Германские империи, они имеют многочисленные родственные корни. Да, некоторые представители его правящих кругов, они через Швецию как раз переезжали. Но, с другой стороны, мы знаем, что царское правительство было крайне зависимо от Антанты и военных поставках, и, собственно говоря, имело при ними глубокие обязательства. И поэтому, даже если кто-то из царской верхушки понимал, что надо немедленно заключать мир, реальных механизмов реализации этих планов на тот планете не существовало. Но желание было такое? У некоторых, я думаю, желание было, хотя вопрос... Это была какая-то определенная группировка, и она не охватывала... А встречное желание в сети Германских? Нет, не было, не было. Товарищи, я хочу по существу задавать вопросы... А, пожалуйста. Вы, да. Это не было, но... Вопросы имеют преимущество. Таких бы вопросов не было. Значит, я хотел бы, чтобы Вы посмотрели на проблему, которую Вы сегодня озвучили, через немножко другую плоскость. С чего все училось? Вопросы у Василия? Да, это вопрос. Значит, проблемы, которые начались в 2017 году, начались еще даже не в феврале, а ранее. Была проблема с продовольствием, с выплатами зарплат, и так далее, и так далее. Началось, собственно, с рабочих окраин, и перетянулось уже, так сказать, дальше на свяжение, так сказать, императора, так сказать, временного правительства, и так далее. Но революция, которая ломает государственный уклад, ломает этот уклад не только политический, но, как сейчас принято, и логистика, и все остальное, так сказать, все начинает рушиться. В Петрограде появляется проблема с продовольствием на протяжении и 17-го, и 18-го, и 19-го, и далее, годов. Но постепенно, так сказать, большевики пытаются решать эти вопросы через продовольствием и так далее. Но вот все те выступления, которые рабочие были якобы против заключения мира, мне кажется, в основном шли как голубые пункты, в первую очередь. Значит, более того... Это вопрос... Нет, ну, я делюсь уже такой длинный вопрос, товарищ. Ты напишите на бумаге. Ну, да. Понимаете? Мы дальше продолжим. Остановимся. Да. Да. Может быть, это не против мира, а просто следствие экономического состояния страны, которые, собственно, все эти процессы деструктивные... Да. Ничего не работает. Ничего не работает. Да. Значит, я правильно понял ваш вопрос. Я вам должен сказать, что здесь как бы две части. Первая часть, и это безумно, на мой взгляд, интересно, вот вы затронули тему, значит, это... Ну, тут соответствующая аудитория, она позволит мне ответить... Я уверен, что все поймут, о чем я буду говорить. Я понимаю так, что гражданская война и даже расклад сил, который там получился, и исход ее был предрешен, собственно, еще в ходе Первой мировой войны, еще до революции 1917 года. Что там происходило? Вот общеэкономический рынок, общеэкономическое хозяйство страны, по сути, можно разделить на два огромных региона. Это потребляющее, имеется ввиду, потребляющее сырье центр и производящее, имеется ввиду, производящее сырье окраина. И в ходе войны именно обмен экономический между центром и окраином оказался неэквивалентным. Окраины давали все больше сырья, но они не получали в обмен ничего, ну, все меньше, все меньше, потому что центр работал все больше на фронт. В результате этого перекоса начались сбои с поставками продовольствия, причем первые сбои начались еще осенью 1915 года, осенью 1916 они стали уже очень серьезными, и об этом, собственно, писали наши экономисты Чиянов и Кондратьев. У одного из них даже есть исследование, достаточно на эту тему серьезное, но это очень давно я его читал. Значит, теперь дальше. Опять же, в одном из этих исследований есть очень интересная картинка. Изоцена ржи, урожая 1917 года, в районе территории России, в Центральной России. Что значит изоцена ржи? То есть, это графическое изображение тех линий, которые отмечают разные доминирующие цены на территории, там вот тут больше, тут меньше, меньше и еще меньше. Вот изоцена ржи. Как бы глубина, да, скажем, или высота. Так вот, самое поразительное, что большевики, что эти изоцены совпадают с основными линиями фронтов гражданской войны 18-го на востоке и 19-го годов на юге. Там, где большевики удержались там, а урожай 1917 года, то есть еще до войны, собран и продается. То есть, большевики удержались там, где самое дорогое продовольствие. Естественно. И основной классовый интерес рабочих в ходе этой войны определялся физически сохраниться и прорваться в сырьевые окраины. Для того, чтобы сохранить экономику для себя. ...в Германии. То есть, получается, классовый интерес рабочих заключался в том, чтобы воевать в Германии и продвигаться к этим бухлебным районам? Очень интересное добавление. Очень интересное добавление. Ну, это надо дальше рассуждать, но вот сейчас я заканчиваю вот эту вот мысль. Что? Я уже достался немножко. Значит, и основной интерес, соответственно, рабочих в этом плане, он совпадал с имперскими настроениями большевиков. Ему нужно было развивать мировую революцию, а рабочим нужно было физически выжить, для этого прорваться в сырьевые окраины, где были антибольшевистские правительства. Но настроение рабочих внутри, как и, собственно, вообще общество в этих сырьевых окраинах, оно заключалось в максимальном обособлении от центра, от соседей, для того, чтобы сохранить свои остающиеся ресурсы. И они не могли даже объединиться. И получалось, что объективно большевики должны были победить. Не потому, что они хорошие, или не потому, что они правы, а потому, что общая экономическая картина народного хозяйства в России, и вот это вот состояние рынка национального, требовало такого расклада и такого результата. И вот вторая часть. Дело в том, что вот этот самый Брестский мир, он что сделал? Он отдал самые плодородные районы Германии. И мы смотрим, когда, значит, это произошло. Это произошло в начале марта 2018 года. И мы смотрим, когда начались первые голодные забастовки рабочих, вот этих фабрично-заводских, не просто голодные беспорядки, они были в городах еще и в 2017 году, а именно фабрично-заводских рабочих в марте 2018 года. Это совпадение? Не думаю. Ну, отдали они на 8 месяцев всего. Что-что? Отдали Германии ресурсы всего лишь на 8 месяцев. То есть 8 месяцев уже... Только рабочих не получили. Вот, на одной человек, пожалуйста. Эти ресурсы. Используйте, я хотел обучить один минут. Я, наверное, услышал о политических, экономических факторах Брестского мира, но ни слова не услышал, о военных. То есть никто из вас, по крайней мере, я не услышал этого, не берет в расчет материально-техническое и довольственное обеспечение армии обоих сторон. Не кажется ли вам, что состояние механизации средств доставки этого самого обеспечения на Восточный фронт с точки зрения, допустим, советской власти, с точки советской власти, с ее стороны, недостаточно было развито, чтобы обеспечивать нормальные боевые действия, нормальные обороны и тому подобное. И еще хотел бы именно реманочку ввести. То есть я готов, как-то не смешно, поспорить даже с Лениным насчет того, кто является настоящим рабочим. Но не кажется ли вам, что в ситуации мировой войны, в том числе в ситуации военно-гражданской и разгоряющейся все сильнее, операция следует в первую очередь на военных людей, на тех, которые, собственно говоря, все это в жизни притворяют, тех, кто ведут... Тогда вопрос все? Да, тогда можно небольшой реманку. Касательно материально-технического обеспечения ченни русской армии на начало 1918 года, я могу сказать, что она находилась в достаточно глубоком кризисе, прежде всего из-за развала транспортной системы, то есть просто не хватало паровозов для снабжения фронта. Затем, вот, скажем, я читал один из отчетов, ну, точнее, не читал, слушал сегодня там передачу, вот, то есть только Яковлева, что, скажем, для русской армии требовалось около 4 миллионов полушубков для зимы 1918-1918 года. Наречий был только 1 миллион. И так практически вот по всем, как бы, необходимым требованиям к снабжению вооруженных сил. То есть, в принципе, как бы, вот, было некое количество солдат, но некого было их снабжать. Не было стратегического запаса продовольствия. То есть продовольствия доставляли на фронт, скажем, на день, на два, но не было никаких гарантий, что продовольствие будут доставлять в дальнейшие дни. То есть солдаты в окопах просто голодали, и часто из-за этого они покидали фронт и отправлялись в деревню. То есть уже с логистической точки зрения российская армия на тот момент боевых действий вести не могла. Но я к этому добавлю только одно, что думаю, что к широкомасштабным военным действиям вот та армия, которая была, она была совершенно не готова. Но, на мой взгляд, это неактуально. Это неактуально прежде всего потому, что немцам не нужно было свергать большевистское правительство. Вот если мы посмотрим, где немцы остановились. Нарва и Псков, да? Вот немцы. А, Петроград под угрозой! Шесть часов на поезде проехать, и вот он, Петроград. Паника, защиты военной нет. Что мешает немцам, вымуштрованным, готовым еще воевать, несколько полков на поезда и в Петроград. Свердных большевиков, что? Шнапсы еще добавят. Может быть, и в Петроград. Большевики бегут куда-нибудь в Москву, на Урал, ради бога. У немцев есть такие силы. А что они остановились-то? Они остановились как раз на той границе, которую они и хотели забрать у Советской России. Это первое. Второе. Они остановились... Знаете почему? Потому что, кроме большевиков, не было в природе, биологически, в России, не было такой организованной силы, которая готова была бы заключить с ними такой мир. Ни одно другое правительство. Даже они могли ее из солдат взять. Из солдат. Вот крестьян. Раз, посадить Ивана Дурачка, Иванушку, и заключить с ним Брестский мир. Да еще на лучших условиях. У Ивана Дурачка и у солдат не было ни желания, ни способностей провести в жизнь этот Брестский мир. Только большевики представляли собой такую силу, которая была очень значима на всей территории России тогда, и которая была готова, действительно, даже на анексионистский мир. Ленин продавил это решение. И поэтому готовность или неготовность армии к войне, для меня это второстепенный вопрос. Вадим, на самом деле, немцы продвинутые ждающие западные дела, занятия установлены Брестским миром. Юрий, Донской области, Кавказ Северный, Грузия. Я не слышал. Вы хотите задать вопрос? Юрий, ты не слышал. Можно я задавать? Еще один вопрос у меня? Пойдем. Я предлагаю, все-таки у нас есть вопросы, которые по интернету задавались. Развучите их. Можно? Ну и вы меня остановите, пожалуйста, в какой-то момент, потому что на все невозможно ответить. Вопросы. Так, цифровой фактологический материал автора не имеет ссылок на источники. Как в таких условиях полемизировать с автором? Отвечаю, невозможно. Приходите сюда и задавайте конкретные вопросы. Я буду в конкретных случаях все ссылки давать. Многие тезисы противоречат историческим фактам, а я считаю, что нет. Надуманные тезисы. В январе 18-го. Хорошо, спасибо вам. Тогда действительно... Да, Вадим, такой вопрос. Насколько уместно провести параллель между Брестским миром и Версальским миром? Потому что как бы Версальский мир у нас заключает спустя 8 месяцев немецкая социал-демократическая партия. Она заключает в тот момент, когда немецкие войска, ну не то что разложились, это самое как русские войска, вообще-то они, как вы заметили, находятся на пике своего могущества, да еще стоят как бы на территории стран противника. Ну вот, этот мир, он, во-первых, естественно приводит к геморализации, во-первых, по отношению к Германию ограниченности, также масса людей из-за сокращения военного производства в Америке, то есть рабочей войны. То есть, в принципе, происходят те же самые процессы, о которых вы говорили в России. То есть, вы Версальский мир, как бы, тоже рассматриваете как такой негативный фактор или нет? И в конечном итоге, кстати, Версальский мир привел и к росту нацизма и так далее. Поедем, что здесь есть очень большое отличие. Оно заключается в том, что Версальский мир заключался теми социал-демократами, которые давно были прокляты и большевиками, и вообще революционными социалистами, левого крыла, сейчас, но они же не просто так были прокляты, да? Потому что они действительно стали на оборонческую национальную позицию. С самого начала войны социал-демократические партии всех крупнейших стран Запада встали на стороне своих правительств, на стороне своих властей. Собственно, Ленин боролся именно против этого. Именно против них. Социал-предателем он их назвал. Что? Ну, проголосовали за это. Конечно, в Рейхстаге. Ладно. Прошел до отношения к вас. Я был благодарен за реальное уточнение. Но я сейчас даю то, как я упрощенно как раз и представляю себе упрощение. Значит, и, собственно, вот социал-демократическое правительство, оно не думало о мировой революции. Оно не пыталось затянуть переговоры. Оно заключало тот мир, который, ну, тот факт стояло перед тем фактом, который был поставлен Антантой. Победившись стороной. Они не отделяли себя от обязательств перед странами и союзниками, как это делали большевики. Большевики же сказали, все, нам Антанта не союзница. Мы говорим о мировой революции, мир без аннексии и контрибуции. И мы как бы чисты в этом смысле. И я не спорю с ними. Хорошо, я вхожу в их логику и смотрю. Ну, раз вот вы чисты, и раз вот большевики рабочие, давайте посмотрим, как это. Оказывается, что они сами себе противоречили в этом. Вот предательство отсюда, а не от того, что я считаю, что это плохо. Товарищ, последний вопрос, и переступаем. Вот, ну, с вашей репликой, что, как вы сказали, предопределен был результат гражданской войны. То есть я правильно понял? Вы считаете, что какие бы конкретные политические решения не принимало руководство красных, и какие бы конкретные политические решения не принимало руководство белых, результат противостояния гражданской войны был предопределен? Тогда, просто хочу понять вашу историосовскую концепцию. Тогда весь ход мировой истории предопределен, получается. Спасибо. Отвечу следующим образом. Конкретные политические решения, с одной стороны, их невозможно запрограммировать, но есть люфт достаточно широкий, в котором эти политические решения могут приниматься. А также в соответствии с настроениями тех социальных сил в обществе, на которое опирается та или иная власть. Так вот, тот люфт, который был у белых в разных правительствах, тот люфт, который был у красных большевиков, я сейчас имею в виду, он не давал другого исхода. Ну, мне так кажется. Ну, очень странно, наверное. Хорошо, спасибо. Переходим к обсуждению. Итак, не более 7 минут наступление. Пожалуйста, кто желает. Спасибо. Пожалуйста. Ну, я стараюсь короче 7 минут. Я относительно предопределенности. Ну, я все-таки думаю, что в истории есть много вариантов. Многоходовка. История – это большая многоходовка, скажем так. Она многовариантная и многолинейная. В этом плане я хотел задать тебе вопрос, Вадим. Но сейчас я его как бы выскажу в качестве предположения. России не стоило влезать в эту мировую войну, потому что все остальные события в России, они, собственно говоря, вызваны были неудачным течением для России, для российской экономики, для российского общества в Первой мировой войне, собственно говоря. Фактически, де-факто Россия потерпела поражение. Экономическая война де-факто, не идея, де-факто. Россия стояла на пороге войны с Австрией-Венгрией, отследованной с Германией еще в 1908 году. Из-за аннексии Боснии-Венгрии в Саговине и Австрии-Венгрии Россия, Николай II, был готов уже, его генералитет был готов уже объявить мобилизацию. И только вмешательство Столыпина, а между прочим, целая группа саловников, высших саловников России, была категорически против участия России в войне. Какой-либо, с Германией первого было. Это не только Столыпин, это Витте, Столыпин, как овцов, Дурналов, все мы знаем известное письмо Дурналову, царю написанное в 1934 году. История такова, какова она сложилась, какова она произошла, реальная история. Но все-таки, если бы Россия не вступила в эту войну с Германией, то экономические связи с немецким капиталом были очень сильные. Ведь самые современные промышленности были созданы немцами, химическими, техническими и так далее. Да, тут очень сложно, крайне сложно сейчас гадать, что было бы, если бы было бы и не было бы наоборот. Я глубоко убежден, что все-таки, если бы Россия не вступила или ввела в себя хитрее в отношении вступления в войну, то исход был бы иной бы. Абсолютно не было бы. Не было бы Бреста, не было бы много того, по поводу чего мы сейчас спорим. Вот такова моя реплика. А что касается элитарской революции, то у меня есть большие сомнения. Чем больше я изучаю события 17-го года, 17-го тоже. Тем больше я скажу к неутешительному для большевиков выводу. Не про элитарской революции, а все-таки по составу, движущим силам по составу, солдатские массы преобладали. Не рабочая, а солдатские массы. В Москве это вообще двинцы, так называемые. Это все солдаты, которые не желали идти на фронт. Это двинской полк, которые побагуировались в Латвии после оккупации в Латвии немцами, собственно говоря. В Питере здесь матросы. Да, еще роль ВРК, гарнизон. Питероградский гарнизон подчинился в целом, нехотя скорее, скорее более нейтрально, но подчинился командованию ВРК, РВК, военно-революционного комитета. Это предупредил гарнизон солдатский. Красная гвардия играла второстепенную роль, и в конце концов судьба Красной гвардии весьма плачевна. Мы знаем, что произошло с ней дальше. Ее использовали в пойме по рабочим протестам, уже начиная с 9 января 2017 года. В дальнейшем свереба по рабочим ижорских заводам в мае, 9 мая 2018 года. Не только по обуховцам и так далее. Так или иначе, и потом Красную гвардию ее просто слили с Красной армией, и вообще ее распустили фактически. А вот судьба командира Красной гвардии очень интересная. Я пытаюсь найти материалы, которые каким-то образом пытаются, пытаюсь найти и следить судьбу командира Красной гвардии. Они в том числе его расстреляли, сами большевики. Вот это я пока не могу найти. Ну, не важно. В общем, я не вижу... В любом случае, это была не революция, которая привела к созданию возникновения новой общественно-экономической формации. В любом случае, это совершенно не такая революция, которую ее видят большевики. Собственно, вот. Спасибо. Я прошу выступающих, кто-то говорит про темы. Пожалуйста. Можно? Ну, первый момент, на котором хотел остановиться, это о... 1918 год. Экономический кризис 1917 года, который начинается зимой в Петрограде, в первую очередь. Действительно, ужасное положение с продовольствием, но также и кризис на заводах, отсутствие заказов. Мне кажется, очень большое упрощение сводить кризис экономический 1918 года к отсутствию военных заказов только. Причины его гораздо глубже, и они идут и из 1917 года, из исчерпания материальных ресурсов, но также и из сопротивления классов, буржуазии, которая владела этими заводами, которая фактически объявила локауты. То есть, она прекратила... Ну, многие владельцы заводов прекратили функционирование владельцев заводов из стран Антанте. Они тоже практически прекратили... То есть, промышленность перестала работать в значительной степени потому, что большевики изначально зимой вообще не планировали, ну, как известно, немедленную национализацию. Ленин предполагал некоторое время, ну, как бы то, что он называл государственный капитализм, да, вот это все. Но фактически заводы встали по воле их владельцев. И вот та национализация спонтанная, которую проводили рабочие советы, это был жест, ну, не только... Это был жест отчаяния. И, конечно, как большевики, которые не имели кадров, не имели технических кадров, потому что началась эмиграция, а сколько технических специалистов, просто были иностранцами, которые тут же уехали из страны, даже мы не говорим о... Ну, а просто о эмиграции, которая шла в 2018 год, ни технических специалистов, ни энергии, ни хлеба. Конечно, то положение, в котором оказался рабочий класс, стало крайне драматическим, и, естественно, рабочий класс, значительная часть рабочего класса отвернулась от большевиков. Это, ну, как бы, это факт, но я хочу заметить и другую вещь, что большевики мобилизовывали постоянно, ну, своих сторонников из рабочего класса, большевистской партии, близких людей, в Квасную Гвардию, на Дон, да, то есть, ну, как бы, Антон Фавсенко увез сколько людей, продразверстка. То есть, объективно, классовый состав на заводах, так же, как и в Кронштадте, все время менялся, ну, не классовый состав, я бы сказал, политический состав. То есть, большевиков на фабриках становилось реально в Петрограде все меньше и меньше на протяжении всего, начиная с 2018 год. И, конечно, это нашло политическое выражение, ну, в том числе в антибольшевистских протестах. Значит, теперь, вот, про германскую социал-демократическую партию, ну, как бы, германская социал-демократическая партия раскололась в течение 17-го года, была независимая социал-демократическая партия, которая выступала против войны на самом деле. И был союз Спартака, и все политические силы, и более левые политические силы, чем там Эберт и Носки, да, они выступали против войны. В Австрии, Венгрии движение антивоенное охватило не только всю социал-демократию, но и все общество. И, между прочим, расчет большевиков Ленина и Троцкого в значительной степени базировался на том, и мемуары чернина, это прекрасно доказывают, что Австрия не была, готова была пойти на мир на любых условиях. И оказывала огромное давление на Германию, и только жесткая позиция Рексвера, да, как бы, решила исход вот этого равновесия. И как же так? Конечно, Версальский мир, он тоже был таким же точно, ну, как бы, таким же точно... Видите, в чем дело? Надо уметь, как бы, отступать, уметь терпеть поражения. Германия не могла победить в Первой мировой войне, ну, после того, как вступили в Соединенные Штаты. И это был единственный выход для Германии. То же самое, вот вы приводите цифры, армянские воинские части, грузинские воинские части, румынский фронт. Но можно ли их было перебросить на Северный фронт под Петроград? Нельзя. То, что большевики могли непосредственно использовать под Петроградом, они использовали. Была мобилизация Красной Гвардии, была мобилизация Балтийского флота. Ну, результат, мы знаем, какой был. И, собственно, ведь это не специальный замысел Ленина. Ленин, как раз, одна из его величайших черт в том, что он умел моментально реагировать на обстановку и менять свою позицию. Ленин сам был за революционную войну, партия была за революционную войну. И то, что большинство партии, это правда, оказалось против Ленина, так это было много раз в истории. Потому что Ленин повернул в очередной раз, а партия, как бы, эта инерция, она не повернула. И, действительно, Ленин совершенно недемократически боролся с собственной партией для того, чтобы спасти революцию. И тоже он боролся совершенно тоже недемократически с левыми эсерами. Как бы, это тоже все было ужасно, но это тоже было необходимо для того, чтобы спасти революцию. Вот, это, к сожалению, это диалектика ситуации, когда день решает все. Когда невозможность использования демократических институтов сыграла вот такую роль. Хотя, я полностью согласен, что это имело ужасные последствия для большинской партии, для Совета в последующих периодах. Спасибо. Очень хорошее выступление, Алексей Петрович. Я хочу, во-первых, начать с того, что момент по поводу предшествового заключения Брестского мира, это была не война, не мера Троцкого. То есть, такой вариант не заключения, мы даже знаем его результат. В результате, действительно, мы потеряли Ислянгию. И вынуждены были заключать Брестский мир на совершенно других, потеряли практически Украину. Потому что там были совсем другие условия в январе. И хочу сказать, что совершенно неправильное утверждение, что немцы могли занять Петроград. Они пошли занимать Петроград. Но дело-то все в том, что срочно была создана Красная Гвардия, небольшие усиды. Но надо учесть, что и немцы на Восточном фронте уже были не те. Когда им никто не противостоит, они могут занимать. А когда в районе Нарвы там стало противостояние, они отказались наступать. Не то, что они не могли, не хотели, а не могли. Руководство хотело, но оно понимало, что оно не может. Потому что сами немцы тогда бы Брестского мира действительно не было. И они стали угрозой. И в результате получился Брестский мир. Теперь по поводу резолюции, о которых мы говорили. Те резолюции, которые были против Брестского мира, нигде не сопровождались с созданием добровольческих отрядов и мобилизацией в Красную Армию. Чтобы бороться против немецкой силы. Поэтому в данной ситуации приводить то сопротивление, которое возникало, оно действительно не совсем корректно. Это не против Брестского мира. Да, все мы хотим быть здоровыми и богатыми. Вот. И когда мы больные, тут начинается разговор, что нехорошо, что мы больные. Это вот такого плана. Теперь. Результат Брестского мира не привел к победам Германии на Западном фронте. И скорее, та ситуация, которая описана у Ремарка на Западном фронте без перемен, она, в общем, нигде там в Брестский мир не дал дополнительных, так сказать, сил для того, чтобы можно было осуществить победу. Ну, и вообще, Первая мировая война, она не была в интересах рабочего класса. Она, и поэтому говорить, да, Брестский мир это предательство, но предательство интересов верхушки Антанты. Конечно. Но дело в том, что большевики не обещали поддерживать Антанту в лице ее руководителей. Поэтому говорить о предательстве, ну, только в этом плане, а не рабочего класса. И вопрос по поводу рабочего класса, вот здесь, он не зря. Вот в том варианте, что Брестский мир предательства, да, предательство. Но предательство интересов элиты Антанты. Это правда. Но предательство, оно было сразу, оно даже, на самом деле, революция, дело было сделано для того, чтобы, по сути, Россия могла существить, это предательство. Вот. Теперь второй момент. Действительно, прекращение войны привело к тому, то есть война создала дополнительные рабочие места. Вот та картинка, которая была показана, она показывала, что военные заказы, они приводили к развитию производства дополнительных рабочих мест. Вот. Но в то же время надо понимать, что сельское хозяйство, стильное производство падало во время войны. Можно привести к картинке ровно в обратном отношении. Поэтому, на самом деле, проблемы обеспечения возрастающего рабочего класса уменьшением хлеба и, вообще говоря, продукции по его обеспечению, когда он и еще падает, вот это как раз и возникали те противоречия, которые вы, по сути дела, приводите в качестве обоснования, что какие плохие большевики, что они заключали Брестский мир. Вот. Ну и, наконец, я хочу сказать, что, конечно, очень интересный доклад был, но он посвящен, скорее, даже не Брестскому меру, а, в общем-то, так сказать, возникновении и течении гражданской войны. Вот все, недаром вы залезали дальше в 19-й год, на самом деле, все эти процессы, они пройдены до 22-го года. Это вот все было. Но, вот, считать, что Брестский мир является главной причиной возникновения гражданской войны, я считаю, что это, в общем, неправильно и нельзя об этом говорить. Это даже не причина, это просто одно из сопутствующих событий, без которого бы гражданская могла, гражданская война все равно бы развернулась. Спасибо. Пожалуйста. На самом деле, предполагать, что Ленин имел какие-то моральные обязательства перед Германией, исходил из них, некорректно. Объясню почему. Ленин был человек очень прагматичный. И смысл его политики по вопросу обрезка мира очень хорошо и кратко, пусть и из политической метафоры, изложил Маяковский. Потеря пространства, выиграешь время. Золотые слова, лучше не скажешь. И действительно, Ленин выигрывал время. В том числе и время для наведения порядка создания из разрозненных полубандитских формирований регулярных подразделений Красной Армии, наведения порядка в военном ведомстве как таковом, поскольку военное ведомство вплоть до весны, до мая 1918 года не было единым. Там были совершенно разные люди. И про некоторых из них Владимир Ильич называл, что он вообще отказывается с ними разговаривать, поскольку не будет тратить свое время на полемику с идиотами. Были и такие, так сказать, личности. Я имею в виду Николая Ильича Подвойского, о нем это было сказано. И, естественно, в этой ситуации Ленин был заинтересован в том, чтобы продавить свою точку зрения. Но давайте не будем игнорировать известных фактов. Во-первых, торгово-экономических связей Советской России с Казировской Германией. Прекрасно известно, что когда в августе 1918 года первые пароходы с углем из ура пришли в Красный Петроград, как по этому поводу радовалась вся советская страна, как первый факт прорыва экономической блокады и изоляции, организованный товарищами Чечерином и Красиным. Другое дело, что последующие события в Германии эти связи надолго прервали, но факты лета начала осени 1918 года имели место. Второй момент. Зандажные ноты по отношению к державам Антанте в мае 1918 года, которые, опять-таки, по инициативе Ленина проводила советская дипломатия. Причем разделение было очень конкретное. Если Красин и Чечерин работают с Казировской Германией, то тротские компании работают союзниками. И при этом по указанию Ленина. Для того, чтобы остановить наступление кайзеровских войск, которые действительно вышли за пределы договоренности Брестского мира, недалеко в мае 1918 года, сообщения о переговорах Труцкого и иных деятелей из военного ведомства с антантовцами были доведены и до сведения немецких дипломатов. Идея сработала. Немцы встали. И дальше уже не пошли. Это был мае 1918 года. Поэтому политика Ленина была очень диалектичная, очень четко выверенная в государственном плане, сохранение советского рабочего государства, как он это понимал. И, естественно, он здесь, если и нес перед Кевским моральные обязательства, то только перед большевистской идеей и мировой революцией. Иных вариантов нет. На мой взгляд. Что касается фактов, о которых говорил Вадим. Но они на самом деле не являются откровением. Есть прекрасная книга Дмитрия Олеговича Чуракова «Рабочий протест в Советской России». Там все это есть и есть и было. Ну, многое, да? Есть гораздо большее. Меня удивило лишь то, что Вадим проигнорировал, что очень многие эти рабочие протесты, ну, например, Ижевско-Воткинское восстание, сопровождались после свержения большевистской власти такими зверствами, которые бы сделали честь и бандеровским зверствам по отношению к еврейскому населению Украинской ССР летом 1941 года. То есть массовое убийство большевиков и сторонников советской власти радикально изумерскими способами. Не буду даже говорить при женщинах, как их убивали, что им там отрезали. И все это был тот самый рабочий протест в ходе Ижевско-Воткинского восстания. Это не выдумка ВЧК, это установленные факты, подтвержденные документами, свидетельствами, в том числе и врачей. Поэтому заявлять, что это вот был чистый протест, это все равно, что армию белобандита Каппелева именовать народной. Это были те самые белогвардейцы, которые потом хорошо приземлились у Курчака и зверствовали на востоке Сибири. Народная армия – это Каппель. То, что они себя называли демократами и народной армии, не означает того, что они по факту не были белобандиты. Следующий момент, о котором хотелось бы еще сказать. Роль Ленина. На самом деле мы не можем себе в полном объеме представить его отношение к нему, которое было в большевистской партии. Смотрите сами. Известный термин «большевики-Ленинцы», да? Разве можно себе представить термин «меньшевик-Мартовец»? Или там «СССР-Боцевец», да? Или там «ССССР-Скаридоновец». Невозможно. А, блин. Ну, на самом деле так они себя не считали. А в большевистской партии это было массовое явление. Причем я вот знаю совершенно точно, мой прадед был казанский рабочий, большевик, вступивший в партию еще в 1916 году. И он так до конца своих дней и остался рабочим. И вспоминали о нем, что при всех голосованиях, когда возникал какой-то сложный вопрос, он задавал только один вопрос. А вот у Ленина какая позиция? Мы вот по нему ориентируемся. То есть это было отношение совершенно непредставимое к отношению белогвардейцев к своим лидерам или, допустим, меньшевиков к своим лидерам. Но если вот опять же факт, что человек пришел к себе в дом, в семью, вынес иконы, которые стояли, разрубил их топором, отправил в печь и на место, где стоят иконы, примил портрет Ленина, ну, это говорит на самом деле, что отношение к нему было не отношение политического активиста к политическому лидеру, а гораздо более сакрально. И это на самом деле позволило Ленину осуществить и Брестский маневр, и впоследствии дискуссию по военным вопросам на Восьмом съезде партии, и полемику с Бухарином о программе, и борьбу с оппозицией, которую он сам же и начал в 1920 году дискуссию о профсоюзах. Поэтому фактор персонали Ленина, его воздействие на тогдашнее революционное правительство, сбрасывать со счетов нельзя, и надо понимать, как это все у него было, и ту его диалектику, которую он сперва понял сам, и поняв сам, уже заставил всех остальных признать эти доводы на практике. И тут абсолютно очевидно, что все большевистские вожди, и очень многие, кстати, левые эсеры, ну, например, тот же Алексей Устинов, или, скажем, жена его, Наталья, известный персонаж в фильме, ну, зампред московского ЧК, вот, она была некоторое время, и многие-многие иные, прош-прош-ян, они ведь в конце концов согласились с мнением Ленина, по этому вопросу и по всем остальным. Поэтому говорить о том, что сам по себе Брестский мир был предательством идеалов революции или рабочего класса, на мой взгляд, совершенно некорректно, и я здесь, товарищем Орешниковым, соглашусь. Это, если и было предательство, то союзнических обязательств царского правительства по отношению державы Монтанты к их французским и британским кредиторам. И, разумеется, проявление того понимания развития процессов в Европе, которое у Ленина выработалось, в том числе и в швейцарской эмиграции, по мере общения с немецкими революционными социал-демократами, такими, как Вильям Мюнценберг, и окрепло в течение всего 1918 года, когда тайные миссии из Германии шли в Кремль и получали консультации. Об этом можно подробно прочитать в воспоминаниях Альфреда Коррелла на пути к Ленину. И он уже твердо к концу 1918 года понимал, куда идет развитие событий, и крах тайзеровской Германии, денонсация Брестского мира были для него в этом плане совершенно не случайными, а вполне закономерными. Хорошо, спасибо. Ну, вначале я хочу поблагодарить докладчиков, потому что есть плюсы, есть минусы. Есть позиция, значит, минусы, есть позиция плюса. Вот, и понятно, что минусы никогда не перебьют плюсы, а наоборот. То есть на тему можно, так сказать, конкретизировать больше или меньше. Вот, к истине такие обсуждения как будто редко приближаются. С другой стороны, значит, Брестский мир. Ну, начнем с того, что, каково было состояние царской России накануне февральской революции. Потому что рассматривать, например, Брестский мир в отрыве от февральской революции, это очень неверно. Потому что в конечном итоге, на мой взгляд, Брестский мир надела именно февральская революция. А это было уже, будем говорить, это юридическое закрепление, более того. Царская Россия. К началу 1917 года армия, наконец, получила прекрасное вооружение. Впервые за все время войны, войны, вот, промышленный комитет, который был организован, значит, так обеспечил снарядами армии, что ее хватило, их хватило на всю гражданскую войну. Причем нормально было. Был перевооружен флот. Причем в прекрасном состоянии. Он, в общем, был действительно на уровне не только передового, но, в общем-то говоря, превосходил тот флот, который был против него. Неплохо. Царская Россия была единственной из воюющих стран, где не было карточной системы. Поэтому каких-то проблем с продовольствием, конечно, было хуже, чем в 2013 году. Но совершенно не так хуже, как, например, в той же самой Германии и так далее. Поэтому для меня здесь большая загадка. Это причина февральского перевода. Вот мне, представляете, на эту тему говорят очень мало, а вот здесь слишком много непонятного. Как вдруг ни с того ни с сего, значит, вдруг страна встала и быстренько сбросила правительство, не понимая, что царская власть есть в тех же странах. Как вот такое вот произошло? Что? Ну, можно говорить, например, пропаганда. Да. Можно говорить о внешних силах. Да, все это как раз было. Внутренние причины, конечно, были раскол правящего класса. Потому что понятно, что, как писал Николай Второй судопредательство, и он был прав. И тем не менее для меня вот самая большая загадка именно это. Естественно, когда власть получили, значит, те либералы, которые тогда были у власти, они уже начали свое дело делать, дело сделать, точно так, как у нас в 91-м году. Первый приказ номер один. Внедрили и больше армии нет. Потому что нет армии, никакой армии без офицеров не бывает. Если офицер не имеет прав, понимаете, то тогда уже можно считать армии нет. Причем один приказ, вот этот вот, сделал больше вреда, значит, на больше, чем все большевики вместе взятые. Ну, на мой взгляд. И дальше пошло. Начались вот эти вот комитеты. Первые убийства офицеров, в том числе на флоте, начались именно под влиянием телеграмм Милюкова, который говорил, вроде бы вот эти вот все акты, они, в общем, приветствуются и так далее. Когда был убит там, не перед командующим Балтийским флотом и прочее, прочее. Это были садобрения. Когда был расстрелян, значит, расстрелы Кронштадт, это все было именно во времена, времена как раз именно вот этого либерального правительства, временного правительства. Вот. То, что здесь было очень много вранья, здесь сомнений нет. Потому что такие громадные авансюры без громадного вранья не бывают. Я вспоминаю, например, когда были, мама мне рассказывала, когда были выборы в учредительное собрание, к ним в деревню приезжали большевики, агитаторы. Они говорили, если вы за нас проголосуете, через пять лет у каждого из вас будет по три коровы. Через десять лет у вас будет прекрасная вилла трехэтажная, а честно. Пятнадцать лет у каждого будет аэроплан. И мужики ходили, говорили, ну что, ну коровы, наверное, хорошо, дом прекрасный, но зачем нам аэроплан? Но вот представляете, уровень пропаганды, который в то время был как раз, его недооценивать нельзя. Вот. На мой взгляд. И дальше мне хочется, вот, я недавно здесь делал доклад по поводу того, как разрушали СССР. И вот аналогия между тем временем и этим временем, она просматривается очень ясно. Причем инструменты совершенно одинаковые. Это подрыв идеологии, безусловно, подрыв идеологии самодержавия в семнадцатом году, подрыв идеологии коммунизма в девяносто первом году. Дальше очень, значит, искусственно созданы экономические трудности, потому что трудности в транспорте, как были созданы в шестнадцатом году, вот, и все это время были трудности в транспорте. Точно такие же трудности были созданы в восемьдесят девятом, восемьдесят восьмом годах, когда масса была продовольствия где угодно, но не было вагонов, чтобы их привезти в центр. Но не было, вот представляете, такая вот беда. А вдруг, где вставали все мясо, нельзя, например, было привезти в Москву, потому что негде было его хоронить, из выступления там по полу. И так далее и тому подобное. Здесь много вот таких вот вещей. То есть аналогия была очень полная, очень четкая. С чего началась Уральская революция? Вышли на улицы так называемые голодные женщины. А против чего они протестовали? Белого хлеба вдруг два дня не было. Пришлось быть в очередях стоять. Ржаной был сколько угодно. И причем женщины, которые вышли, как ни странно, это были в основном работницы фабрик, которые принадлежали иностранцам. Ну, при этом, Финн, вот из этих вот районов были. Это были первые запивалы. Дальше. Естественно, вот говорят, кто был там, пролетариат, не пролетариат. Вот самой главной силой военной революции, это был, на мой взгляд, это, конечно, армия. Потому что пока армия стоит на страже, никакой пролетариат, ничего не делали. Значит, в Петрограде было свыше двухсот тысяч солдат. Из них почти никто никогда не воевал на фронте. Имейте в виду, что фронтовики вот не устраивали эти вещи. И когда впервые, значит, в царское правительство поставило вопрос о том, чтобы эти полки все-таки начинать отправлять на фронт, сменять боевые части, вот так далее, началось недовольствие. Вот это подспудно, не хотели они воевать, не хотели лить кровь. И когда не приходили вот с тем вот враньем, как я рассказывал, они, естественно, делают то, что они начинают протестовать. Это вполне закономерно. Поэтому отсюда я просто, просто скоро время у меня заканчивается, хочу только сделать вывод, что вообще говоря, все, что построено на лжи, ничем хорошим не закончится. Вот у нас сейчас нынешнее состояние полностью построено на лжи. Вот почему, например, у нас нет этимократичных институтов? Владимир Ильянович, вы отвлекаетесь под темой. Ну, извините, мы живем сегодня, как можно отвлекаться от того, что мы живем сегодня. И, естественно, я закончаю. И, естественно, что, понимаете, вот нам всем, когда изучаем воронку, все-таки надо не забывать, что изучаем мы не просто для того, чтобы там штаны просили, а для того, чтобы думать о том, что будет и что не будет. Спасибо. Справку можно на 30 секунд, фактически? Да, да. Значит, и острелы контрреволюционных адмиралов в Гельсингфорсе и Кронштадте, в том числе и лиц, участвовавших в подавлении восстаний в Свеабурге и в 1912 году в Кронштадте, состоялись до принятия приказа номер один Петроградского совета. А сам текст приказа номер один по инициативе солдатской секции Петроградского совета разрабатывали не либералы, а социал-демократы, меньшевики-интернационалисты, левые эсеры были там и большевики. Ни одного либерала, среди разработчиков этого приказа не было. А точнее, вернее, в Штатах тот первый. Пожалуйста, поступили. Мне кажется, что мы услышали от вас такую речь, что вы даже сами не подозреваете высокого права. Я вообще не люблю аналогии, но когда вы сказали, что есть сходство между пропагандой свержения самодержавия и пропагандой свержения советской власти и развала Советского Союза, это гораздо, даже не близко, это действительно одно и то же. Потому что и там, и там была буржуазная пропаганда. Самодержавие волью на буржуазную пропаганду. И генералитет во главе с начальниками генерального штаба Алексеевым и другими генералами никогда бы не пошли на это, если бы это не было подготовлено Бычковым, Меликовым и средствами буржуазной печати. Согласны вы или нет, но я повторяю, что и там, и там была буржуазная пропаганда. И тут я хочу вспомнить профессора Калашникова, доктора исторических наук, который здесь как-то сказал в феверальской революции, поскольку вы ушли от темы в феверальской революции, Калашников сказал, что это была просто обыкновенная, поздняя, он даже не спал запоздалой, просто была поздняя буржуазная революция. Но профессор Калашников сказал о Брестском мире, ради чего я вообще взял слово. Он сказал, что мы забываем, что после Брестского мира Россия была несравненно больше, чем после Беловежских соглашений, которые действительно были предоставлены. Он даже не стал это конкретизировать, но я все-таки напоминаю, что три Закавказской республики были отторгуты, три Среднеазиатской, плюс Киргизия, огромный Лизаксан. То есть это можно не продолжать. Теперь я хочу опять-таки подтвердить то, что вы сказали, Владимир Вячеславович, когда вы буквально повторили роман «Хлеб» Алексея Николаевича Толстого. Все остальные 14 томов – это прекрасная узкая проза. Но в этом романе, значит, да, допустим, если бы Троцкий не тянул переговор, действительно, было бы меньше потерь. Но сразу же скажу, что я считаю, что абсолютно прямое отношение к теме имел второй доклад. Ваш доклад имел все-таки косвенное отношение к теме. Но в докладе, значит, товарища Артема была, значит, сказана такая фраза, что... Вроде бы цитата из Ленина, что Ленин сказал, что Сан-Нарком не отвечает за партию. Что партия была против обрядского мира, но Сан-Нарком не отвечает за партию. Партия Ленинный договор не подписывала, а Советская правительность ответила за деятельность партии. Спасибо. Ну и тут я просто вынужден напомнить, что только все-таки решала партия. Потому что было третье голосование в ЦК, первые два голосования в ЦК не разрешали подписывать. А Троцкий был между двух огней, или подчиняться председателю Сан-Наркома, или подчиняться решению ЦК. Но если на посоке он вступил в партию только в июле, и был членом... Сам был членом ЦК, конечно, он подчинялся решению ЦК, а не лично председателю правительства. И вот перед третьим голосованием, а перед этим Калантай сказал Ленину, что с вами вообще только Зиновьев, который дрожит при слове «Восстание». Она ему так сказала, что все остальные уже против подписания мудрецкого мира. Но перед третьим голосованием Ленин и Свердлов поставили ультиматум, что они уходят со своих постов. Я надеюсь, что многие это знают, что если ЦК не проголосует за подписание мира, и после этого большинством только в один голос ЦК разрешила подписать «Городский мир». И, возможно, что это было устроено. Возможно, что это было как раз устроено. Вот, кстати, вот, я... Когда я был школьником, у соседей Таргаши было полное собрание с ученением Ленина. Первое издание под редакцией Николая Ивановича Бухарина. Они сами не знали, что они хранили и не заглядывали. Но я заглянул где-то в шестом или в седьмом классе и прочел насчет брестского мира. Когда Ленин говорит, что Сталин не прав, говоря, что можно подписать, а можно не подписать. Я был потрясен, что Сталин не прав. Это был разгар сталинского времени. Но я полюбил Сталина еще больше, что, оказывается, он еще, может быть, и не прав. Но я тогда не читал трактат о любви. Скандали, а скандали, о кристаллизации. Что если мужчина непосредственно действует на женщину, то, ах, он беден, тем больше я его люблю, ах, он богат, тем больше я его люблю. Ну, вот так. Вот такие вот примеры были. Спасибо. Кто еще желает выступить? Подводится, мишенька? Я хотел в развитии мысли, уважаемого Алексея, я не знаю ваше имя, Владимира. Я все-таки и возражая где-то Владимиру, что все-таки, когда мы говорим о большевиках, конечно, это такой эфемизм, за которым, по сути дела, скрывается Ленин. Безусловно. Я вот чем больше как бы углубляюсь в эту тему, да, я там вырос, там где-то и как бы начал учиться на историка во времена разоблачений Ленина и так далее. И как-то такое, может быть, пренебрежительное было отношение, но вот гениальность этой политической, исторической фигуры, она как-то проявляется у меня в сознании все больше и больше. Действительно, вот если мы посмотрим на верхушку большевистской партии, ну, реально, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, это не очень выдающиеся люди в массе своей. И даже вот Троцкий, которого сравнивают в порядке, так сказать, с Лениным, как он, извиняюсь, облажанулся во времена похорон Ленина, как он просто не проявил политического чутья, не понял вообще, что он ставит крест на своей дальнейшей политической карьере, сильный политик так не может поступить. Поэтому, конечно, и я не согласен, Вадим, с вашей, или я неправильно понял мыслью, что все было предопределено, чтобы они там не делали, исход был предопределен. Большевики удержались, потому что их возглавлял гениальный политик. Только так. И белые проиграли, потому что, так сказать, у них было царство серости, в общем-то, по большому счету. А что касается авторитета Ленина, такого религиозного, сакрального, ну ведь, смотрите, не было еще системы пропаганды, которая была выстроена при Сталине, да, или там сегодня, когда Путину накручивают рейтинг, там работают очень крепкие ребята-профессионалы, да, есть там телеканалы и целая индустрия на это работает. Почему, откуда все эти люди взяли идею, что на Ленина надо молиться? Да, потому что он привел большевиков к власти. Приехал какой-то дядя из Швейцарии, да, весной, 17-го года, и сказал, ребята, вы что, какое временное правительство? Через несколько месяцев власть будет наша. Все над ним смеялись, а так и произошло. И после этого, конечно, они уверовали. Вот нечто подобное мы видим на примере Гитлера, кстати говоря, да, почему, так сказать, он пользовался таким кредитом доверия, потому что он сделал невозможно. И потом этот кредит доверия эксплуатировал, ну, как мы все знаем, в неправильных целях. Поэтому я думаю, что, возвращаясь к теме дискуссии, что, конечно, заключение Брестского мира, это был абсолютно неизбежный шаг. Это был шаг, на который обязано было просто пойти любое ответственное российское правительство, независимо от его партийной принадлежности. По очень простой причине, если ты не можешь вести войну, то выходи из войны. Если ты не можешь из нее выйти с позиции силы, выходи с той позиции, в которую тебя поставят, нагнет, так сказать, твой оппонент. Что делать? Какие альтернативы? Поэтому я думаю, что это был, конечно, дальновидный шаг. Почему? Потому что итог был для большевиков вполне благоприятен. Они победили в гражданской войне, они укрепили свою власть на всей территории страны, там, спустя несколько лет. И они создали предпосылки для создания великой державы. Все-таки, если мы возьмем многовековую историю России, то два было периода, когда она была великой державой. После 1815 года и после 1945. Понятно, что 1945 не мог состояться без 5 марта 1918. Без зареза внимания. Очень коротко. Я хотел бы поздравить Клио с тем, что сегодня оно открыло свою работу таким интересным дискуссионным клубом, дискуссионным событием. Мне понравились оба доклада. Первый доклад понравился мне своей такой добротности факторов, которые были факторы. Единственное, что мне кажется, было бы правильным, чтобы в том пафосе такого якобы неприятия рабочих большевиков, показать содержание этих протестов, которых было много. Мне кажется, я здесь менее компетентен тем, Владимир Петрович, мне кажется, что все-таки главное содержание протестов было экономическое недовольство. А поскольку у власти большевики, соответственно, получается и большевистское правительство. Но теперь поставим другой вопрос. Брестский мир был в итоге заключен в марсе. Через два месяца выступления Чехослованского корпуса. И начинается гражданская война. Представим себе, что Ленин во имя демократического централизма подчинился большинству ЦК. И, в общем, ладно, будем бороться против похабанного мира, который нам навязывают. И тогда с двух сторон Советская Республика дала просто боль. Гораздо больше крови бы и кончило бы, во-первых, недовольство большевиков, правительство большевиков, потому что все были бы недовольны. Абсолютно все. И с той стороны, и с этой стороны. И со стороны центров рабочих, и со стороны крестьян, которые там... Там тоже было сплошное ограбление тех войск, которые шли. Тем более Чехослованского корпуса, который вообще не русский корпус. Тем более было скверно. Начало же они начали. И вот здесь, вот это чутье, интуиция Ленина была потрясающей. И он, конечно, сыграл недемократично. Я ухожу, уходит Сверхот вместе с ним. Это недемократично. Но он спас в этом смысле революцию, действительно. И вместе с тем, почему Троцкий тянул, он еще тянул, потому что положение в Германии тоже было известно. И движение Спартака, потом уже то, что кончилось Троябрьский тянулось, оно уже начиналось тогда. Тянулось для того, чтобы скорее, скорее с той стороны. Это действительно тогда все мечтали о мировой эволюции. Это был один из лозунгов. Поэтому все вместе получалось так, что Брест-Тюмер был нужен при всей его похабленности. Я не случайно, Владимир Петрович, задала вопросом, зачем? Вадим Петрович, извините, пожалуйста. Вадим Петрович, зачем? Зачем Брест-Тюмер брали власть? Да, они брали власть для того, чтобы в России вместе с передовым пролетариатом всей Европы по меньшей мере произошла социалистическая революция. И вы не правы в том, что приехал, во-первых, не мужик, а Владимир Петрович Ленин, выдающийся политик, вернуться в Россию. Другое дело, что он, конечно же, к тому времени тогда не пользовался той известностью и тем авторитетом, безусловно. Но еще, находясь в эмиграции, после получения известий о февральских событиях в Петрограде, он провел два реферата, на которых он как раз подробно говорил о том, каким образом будет развиваться событие в России. Он сразу же заявил, что Временное правительство не сможет решить те вопросы, которые ему предстоит сделать, а потому мы не должны его поддерживать. И тут я хотела вам показать, собственно, две коллизии. Россия находится в состоянии войны. В России запад, отторгнутый, отторгнутый, треть территории. В России, вследствие беженцев, которые стремились, конечно же, в центр России, и в силу того, что промышленные районы оказались отрезаны от районов сельскохозяйственных, нарушается, в том числе и потому, что плохо работала железная дорога, и в ответ на предложение национализировать железную дорогу царское правительство, а затем и Временное правительство постоянно отвечали отказом. Не была национализирована железная дорога, а потому все проблемы, которые происходили в стране, приводившие к перебоям с доставкой продовольствия и военной амуницией, были одним из следствий. Но перед политиком, перед политиком Ленина и таким же политиком Лихановым и его сторонниками стоял вопрос, каким образом политическая партия в условиях войны должна себя вести по отношению к тем, кто оккупировал территорию России. Лиханов, как и его сторонники, как и масса либеральных, так сказать, либерально настроенных военных, никогда не говорили о том, что необходимо установить военную диктатуру ради восстановления Маларкина. Если речь у этих людей и стояла об установлении военной диктатуры, то она касалась только одного – необходимости наведения порядка. Поэтому все они понимали, что мир необходимо заключить. Вопрос состоял только в том, каким образом этот мир должен выглядеть, каким он должен оказаться не только для России, но и для других стран, вынужденных участвующих в войне. Мир без аннексии и контрибуции, тогда Германия не несет никакой ответственности, юридической ответственности перед теми странами, которые она потопила в крови. А ведь не надо забывать о том, что существовали международные законы, которые Германия поправила. Необходимо было восстановить справедливость? Безусловно. Вот на восстановлении такого мира и настаивали противники большевиков. То, что Брестский мир был вынужден мир, и сомнений не вызывает. Потому что к тому времени разложенные, в том числе и под воздействием пропаганды, которую вели большевики и поддерживающие их люди в армии, в гражданской жизни, в правительстве, привели к тому, что армия действительно была разложена. И это сомнений не вызывает. Поэтому прав был, Плеханов, который сказал, большевики будут валяться у Вильгельма в ногах, лишь бы удержаться за власть. Но Плеханов понимал, что для большевиков власть – это не власть. Я ведь не зря вам задала вопрос, а зачем? Затем, чтобы жизнь в России, и не только в России, была построена на основах права, как говорил Плеханов и его сторонники, и справедливости. Вот эту справедливость необходимо было восстановить и заново начать переорганизовывать общество. Поэтому Плеханов после прихода большевиков к власти никогда не призывал его сторонники, умные сторонники, патриоты страны, понимавшие, видевшие дальше тех догм, которые у них под теми или иными ситуациями или условиями создались. То, что в России произошла социалистическая революция, да, конечно. Посмотрите «Либеральные газеты», посмотрите газету «Единство» того же самого Плеханова. Там вопросы социализма обсуждаются, я не скажу, в каждом номере. Все понимали, что время буржуазной революции прошло, и к власти должна прийти, как говорил Плеханов в августе, панархия. Он не призывал к анархии, он призывал к панархии. То есть к тому, чтобы власть действительно стала народной. А в тех совершенно конкретных, конкретно исторических, экономических и культурных условиях не мог еще пролетариат, который, простите меня за грубость, Юрий Валентинович, несколько вульгарно трактует пролетариат. Относятся ведь и интеллигенции, и инженеры, то есть все те, кто продает свой труд. А я не церковал, пролетариат никак, почему ты меня это? Вы говорили, постоянно говорите о том, что соотношение между крестьянами и рабочими в пролетариате слишком мало. Я говорил о верующих силах, это этих самцов 17-го года. Кто преобладал их? Солдаты преобладали. Все правильно. Они, конечно, не пролетариаты. Не пролетариат, а это тихо, как они надели шинили. Поэтому, другое дело, что эта ошибка дорого обошлась миру. Очень дорого. Потому что тот же самый Плеханов говорил о том, что если мы позволим своим руководителям заключить сепаратный мир, то пройдет 25 лет, и те же самые силы в Германии развяжут новую мировую войну. Он ошибся на 22 года. В 1939 году началась Вторая мировая война. Более того, он предупреждал от подписания сепаратного мира еще и по другой причине. Он говорил о том, что союзники по Антанты начнут интервенцию против России. Ошибся он? Нет. Почему Плеханов и его сторонники протестовали против такой узкой трактовки понимания диктатуры пролетариата? Против заключения сепаратного мира? Почему? Потому что они закончились, все эти революции, которые действительно победоносно прошли в начале 20-го года. Какие революции завершились победой, как в Советском Союзе? Ни одна не завершилась. И Ленин осознал свою ошибку уже в ходе гражданской войны. Кто руководил Красной Армией? Солдаты из солдатских комитетов Красной Армии? Нет. Там уже служили офицеры царской армии. Кто работал на заводах? Кто осуществлял планы социалистической революции? Это были специалисты, выращенные еще... Да где-то что была пролетарская революция? Осуществляли специалисты царских учебников? Поэтому, когда мы говорим о социалистической революции, когда мы говорим обо всем том, что последовало после революции, гражданской войны, необходимо соотносить это всем. Со всем, что произошло после. Я сегодня еще не знаю, что будет такая жаркая беседа, у Вадима Петровича спросила. А когда-нибудь он слышал о словах такого простого крестьянина, как фон Клаузевиц, который как-то сказал, что о событии нужно судить по его исходу. Так вот, по историческому исходу и Великой Октябрьской социалистической революции, и по историческому исходу подписания Брестского мира, и нужно судить об ошибке, которую признал Ленин. Он поменял свой взгляд на социализм. И по ошибке, которую Ленин, политик, сумел преодолеть в ходе гражданской войны. Интервенты были изгнаны, и территория России, да, за исключением Прибалтики, была восстановлена. В этом его величие политикам и политического философа. Я позвольте себе небольшое выступление. На мой взгляд, здесь одна такая логическая ловушка, которая подается с той стороной, которая говорит о том, что были какие-то потери в ходе Брестского мира. И все с этим согласны. На самом деле, на мой взгляд, не было никакой утраты по Брестскому миру территорий, ибо уже все было утрачено до самого Брестского мира, по факту. И территории, основная часть территории, я не беру часть Белоруссии, там, Эстонии, да, вот. Все остальное было не под контроль, но Петроградскому советскому правительству. Польше я не говорю, понятно. Самый развитый регион остался там, и просто в страшном сне можно представить, что Германия бы это все вернула в ходе переговоров. Дальше. Возьмем Украину. Все забывают о том, что перед этим был заключен другой Брестский мир, немцев с Центральной Рады. Почему это? Я забываю. И события противостояния Красных и, значит, войск националистов, да, на Украине показали, что Красная Армия, что Красные не контролируют эту ситуацию там. Из-за исключения восточных районов Украины. Дальше. И на белорусской территории, на части, значит, Лифляндии стояли тоже немецкие войска. Они тоже не собирались уходить. Остается убогие совершенно в экономическом отношении районы той же самой Белоруссии и Сляндии. Которые никакого исхода не решали. Только Рига и ее ближайшие окрестности в промышленном отношении действительно представляли порт. Рижский порт и Ревель. Они представляли действительно экономическую утрату для России. Потому что мы должны смотреть по факту, что же было к подписанию. И немцы бы, при всех раскладах, они никуда бы не ушли бы с этой территории. Поэтому это, мне кажется, логическая ловушка, которая... Все находятся в ней. И я призываю просто немножко по-другому на это посмотреть. Кроме того, забывается, что основное золото выплачивалось в Советской России не по самому Брестскому миру. А после убийства Мирбаха были определенные, внесены доходы. Да. Вот где. А не по Брестскому миру это все происходило. И если бы не глупость левых эсэр, то никакого вот этой контрибуции бы и не было бы. Вот. И еще не забудьте, что немцы высадились там после Брестского мира. В нарушение его принадлежности. Вот. Ну они уже нам не предблежали. Товарищи, значит, кто еще желает выступить? И нам пора уже подводить итог. Значит, это уже литериаты. Можно задавиться от другого? Не надо. По литериатам у нас будет отдельное заседание. Я предлагаю каждому докладчику дать по пять минут, для того, чтобы пора... Начнем с Артема. Я бы хотел тогда сделать только две рематики такого исторического характера, и, конечно же, я поблагодарю Вадиму, потому что ему пришлось сегодня трудничать. Вот. Значит, хотел бы заметить по поводу роли Льва Довича Троцкого и тактики ни мира, ни войны. Сегодня, в принципе, историческая наука, она доказала, что Троцкий проводил линию, согласованную с руководством партии большевиков, и преследовала она ту же самую цель, которую Ленин определил в самом начале переговора, затягивание времени, попытку выкрать время до краха Второго рейха, как райзерская Германия, наступление революции. Причем интересно, что когда Троцкий провозгласил эту декларацию, не мира, а не войны, то, в принципе, часть австро-германских делегаций, они были, в принципе, удовлетворены этим термином, этой формулировкой, они не предполагали дальнейшего наступления. То есть, считалось хорошо, как бы, это самое, то есть, де-факто, происходит перемирие, наступления не будет, и, в принципе, доказано, что лишь давление Кайзера и вмешательство бывшего германского командования, но продавило вот это вот февральское наступление в 1918 году. То есть, в принципе, эта тактика, она имела очень большой шанс на успех. Второй вот важный фактор, который я хотел бы напомнить, но он был отмечен в последнем выступлении, это фактор Центральной Рады, потому что первоначально переговоры, которые велись в ноябре 1917 года, предполагали только потерю от Прибалтийской правительства. И потом появляется вот как раз Центральная Рада, которая себя заявляет как отдельный переговорщик на переговорах с Германией. И именно, и потом подписывается сепаратный мильдоговор с Кайзеровской Германией, то есть, стремляет себя, как назовите, всемая страна. И только после этого Украина уже с ее огромными и промышленными ресурсами, и материальными ресурсами становится потенциально потеряна для большинков. То есть, вот это еще один очень важный момент, который мы должны учитывать в обсуждении про Брестский мир. И насчет важности Прибалтийских регионов, прежде всего, от нынешней истории Ирландии, я все-таки замечу один такой момент, что эти два региона были очень важными оплотами именно большевистской партии. Потому что они все-таки были, так скажем, важными промышленными центрами. И мы помним, что осенью 1917 года большевики там получали где-то до 60% на выборы по-моему. Вот. И в советы, и в учредительное собрание. И как раз после немецкой оккупации, и после деиндустриализации, которую немцы там провели, а немцы там сделали в 2018 году то же самое, что было сделано в 1991 году, то есть они вывезли все предприятия, которые там были в Германию, часть из них закрыли, рабочие оказались и без работы, и частично там стали мелкими какими-то предпринимателями, частично эмигрировали. То вот именно тогда, как бы, прибалтийские страны стали они именно тема, чем они стали, как бы, в дальнейшем и чем они являются в наши дни. Вот. То есть проведены вот эти были, так скажем, контрреволюционные и, как бы, реакционные реформы. И потери, как бы, вот этих регионов, конечно, были, да, существенны, как бы, для советского государства. То есть они потеряли, как бы, вот, влаженный оплот, что сказал в дальнейшем. Ну, вот, в принципе, это мои отношения в один. Ну, во-первых, я должен помогать вас, и, честно говоря, я доволен к уровню обсуждения, потому что он позволяет смотреть на события, связанные с Бельским миром, так, более объемно, в более широком контексте. Мы не только рассматриваем какие-то конкретные там вопросы, там, военная ситуация, хотели-не хотели брать Петроград, могли-не могли там и так далее, но также и они, пришел ли, они были бред результатом февраля 17-го года, например, или, может быть, даже вообще результатом мировой войны, как таковой. А заключение Брестского мира какие имело последствия? Может быть, 45-й год тоже был действительно одним из таких последствий? Вот весь этот контекст, он, если клеем мы займемся, среди прочего, еще и задача рассматривать каждое из исторических событий или явлений, или процессов, вот так объемно, на разных уровнях, то это действительно позволит нам более качественно вообще выходить на более качественное понимание всего вот этого. Ну и, соответственно, все те, кто нас будет слушать, смотреть и участвовать во всем этом, я думаю, тоже им это будет и интересно, и еще и полезно. Я, значит, начал записывать, когда вы выступали, разные свои там замечания, а вот я там что-то отвечу. Да зачем? Во-первых, это получается очень много, и сейчас это не уважает всех вас, если все это читать. А что-то выбирать, ну, тоже неправильно, мне кажется. Но должен вас поблагодарить, и, в общем, огромное спасибо Татьяне Ивановне, потому что, ну, вот без вашего гостеприимства, начало вот этой работы клеем... Я, конечно, люблю, как и всякие нормальные человек, комплименты. Правда, я их делю на 264. Дом Клеханова. Вот, понимаете, есть дом Клеханова, он исторически занимается этой работой, поэтому благодарите дом Клеханова. Отлично, да, благодарим дом Клеханова. Я думаю, что мы в группе ВКонтакте Вадиму предоставим возможность, он все ответы, которые он сейчас хотел бы дать... Хорошо, конечно. Прекрасно. И у электронной почты, наверное. Да, и у электронной почты, да. Он подготовит ответы на все вопросы, которые поступили. Ну, и я думаю, что в рабочем порядке уже в ходе переписки или когда мы со званием встречаться, мы определим тему следующего заседания. Я благодарю всех за сегодняшнюю работу. Спасибо. 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 Спасибо.